Доброго времени и суток! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Интересный у меня получился разговор с Лаврентием Павловичем. До сих пор какое-то липкое ощущение непонятное. О, во, во! Видите, тут приходится еще концерт варкать. В печке пирог стоит. Вот. Так вот, если кому интересно, то смотрите это видео. Интересны ваши комментарии. Но прошу корректно, иначе буду блокировать всех подряд, без разбора. То, чего, СЭПСО, россияне, буду просто блокировать, если вы будете как-то невежливы ко мне и по отношению к другим подписчикам. А сейчас давайте посмотрим Краматорск. Я могу сказать так, что Краматорск очень важен для командования ВСУ. Тут даже он император вышел. Карта император. То есть это весьма... Либо чин очень важный, либо даже для самого Зеленского. Не знаю, что он хочет получить от Краматорска. Ну, хотя я понимаю, что там, конечно, это как узловая такая город, узловая. Так, что там за обстановка на данный момент в Краматорске. Туда стягиваются подразделения дополнительные, но пока они стоят там, ну, так скажем, на отдыхе. Может быть, это как ротация именно идет через Краматорск, потому что у нее, в ВСУ, там пока остановка. Тяжело подразделениям ВСУ и, конечно, горожанам. Что-то у вас там с водой не совсем хорошо. Что-то происходит. Так, девятка, это на чем у нас? Ну, стараются накопить ресурсы в городе. И военные, и обычные граждане. Ну, скорее, это о военных все-таки ресурсах. Туда идет стягивание. Королева кубков, это о чем? О том, что какие-то планы есть, связанные с водой и обстрелами. Я не знаю, что там в Краматорске такое есть рядом. Что там, не помню, там по карте давно не смотрела. Но, пожалуйста, будьте осторожны в отношении воды. Вполне возможно, это может быть связано с мостами, что ВСУ будут взрывать мосты, если они там есть у вас. Но что-то вот такое с водой не очень хорошее. Причем это будет именно как обстрелы. По ресурсам. Скорее, разрушения. А может быть, даже и наши будут наносить. Но это так, вот это именно на будущее. Но сейчас формируется ситуация именно какой-то или происходят уже трудности, связанные с водой. Ну, вот что-то такое. Но на будущее это вполне возможно, что туда прилеты будут. Так. Ну, давайте посмотрим, как в ближайшее время будут складываться дела для ВСУ в районе Краматорска. Я решила все-таки, чтобы сразу вам было понятно. Для ВСУ будет обострение ситуации, именно боевой ситуации в районе Краматорска и довольно-таки серьезно. Вполне возможно, что за счет того, что вот как эти карты показывали, что стянуты ресурсы, они эти ресурсы начнут задействовать. Потому что есть колесо фортуны. Хотя фортуна иногда, вот эта карта, может говорить о том, что к концу подходит какой-то цикл. Они продумывают какие-то новые, может быть, тактику. Да, скорее всего, какие-то новые свои действия. Вполне возможно, что это связано с обстрелами. И стараются сейчас как можно быстрее подготовить ресурсы, и тогда их вот бросить. То есть, вполне возможно, что со стороны Краматорска может быть какая-то контратака. Очень на это похоже. Приведет это к большому количеству пожаров, но, в принципе, это останется все по-старому. И опять же, здесь будет задействована вода. Я просто не помню, ребята, что там у вас по карте, где у вас много воды. Это может быть не в самом Краматорске, это где-то будет рядом. Но, соответственно, там именно что-то связанное с водой. Чем это все закончится для ВСУ? Опять вода. Король кубков. Опять вода и крах. То есть, это наступление будет из-за воды, так скажем, потерпит крах. Давайте посмотрим, как будут складываться для наших ребят события в районе Краматорска. Можно сказать, что в какой-то степени ситуация затянется. То есть, быстрого продвижения не будет, но оно будет. И, в общем-то, будет инициатива постепенно на нашей стороне. Именно вот на стороне подразделений, которые там будут в районе Краматорска действовать. Помощи особой им вначале не будет, но потом ресурсы им будут пополнять, но не сразу. Пойдет движение вперед, заканчивается вот этот цикл стояния. Кстати, очень часто стала выходить карта МИР. Но это будет спокойно, продуманно, неторопливо и, в общем-то, успешно продвижением. Главное не бояться будущего, вот этих вот новых каких-то шагов и действовать. Командование будет работать, ну, я могу сказать, очень самоотверженно почему-то слово пришло в голову. Именно вот самоотверженно. Не знаю, кто там командующий на том направлении. Но он себя проявит, и мы, скорее всего, о нем услышим. Так, а как будут вкладываться дела для жителей Краматорска и для самого Краматорска? Будут ли разрушения какие-то? Такое вот... Очень будет много зависеть и от путей сообщения. Дороги, железной дороги. Там будет очень напряженное положение вещей. Но это тоже неудивительно, потому что снабжение идет по дорогам, и оно не имеет большое значение. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны. Именно на автомобильных дорогах, железнодорожных путях. Ну и что-то, связанное с водой, если там река у вас. Я просто не помню. Старайтесь максимально друг другу помогать, друг друга поддерживать. И поменьше переживаний. Я могу сказать, что, знаете, выходит королевы две, и пентаклиевы, и король пентаклин. То есть, ну, должно для города, вот почему-то именно для Краматорска, должно благополучно сложиться. Хотя разрушения будут, и серьезные разрушения, но в основном это будут удары по расположению, скорее всего, высот. Скорее всего. Но может быть и вообще разрушения будет. Придется пройти через очень серьезные страхи. Поэтому будьте готовы. Но наши, ребята, цель достигнута. Краматорска идет под контроль Россия. И это неизбежно. Кто бы чего не говорил. Всем желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.